Добрый день! Очень долго объяснять по схемам, поэтому покажу вам видео. Смотрите, сама модель, все нормально. Есть несколько технических вопросов к тому, как это будет выполнено. Во-первых, есть вопрос, а будет ли вот здесь центральный шов, здесь и здесь, по спинке и по передней части. Либо у вас специальная какая-то конструкция, которая позволяет только по боковым швам соединить, такое тоже делают. Насколько это будет здесь смотреться, тем более у вас выточки заложены. В общем, вот этот вопрос у меня остался, и здесь он не решен на эскизе. На эскизе технически вы не решили вопрос того, что, насколько я понимаю, вот это, это, ну как бы, две части полочки. При этом спинка через нее не светится, и нарисована она именно технически некорректно. Давайте мы это все посмотрим. Я сейчас скопирую вот этот момент. Два эскиза. Так, делаем приближение, чтобы хорошо видно. То есть, что вы должны были сделать? Вы должны были сделать раздельные детали. У вас вообще все единым массивом, и все это слито. Это плохо. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас с вами будем ее расчленять так, как она должна получиться. Поэтому пишу видео, потому что объяснить это более наглядно. Вот смотрите, по линии пояса нам нужно ее отрезать, верхнюю часть. Соответственно, мы будем отрезать и верхнюю часть, и я сразу сейчас еще отрежу линию горловины. Вот так дублирую. Беру перышко и перышком обвожу за пределами. Если вы помните урок по рисунку эскизов по фотографии, мы там как раз этот принцип разбираем. Окно, обработка контуров. И вот здесь, вот она у меня появилась, я просто все разбираю. Что мне здесь нужно? Пояс мне отдельно, естественно, не нужен. Это я все убираю. А вот эта часть мне нужна. У меня осталась вот она, только моя полочка. И эту полочку мне нужно разбить на две части. Соответственно, то, что у вас есть. Но оно должно быть нарисовано раздельно. Это принципиально. Когда мы с вами рисуем эскиз, мы должны все-таки соблюдать некоторые законы, чтобы у нас все это было. Тоже я это все разгруппировываю. И вот эту переднюю часть я удаляю. То есть, если я правильно поняла ваш эскиз, он у вас вот такой. Соответственно, нам нужно с вами еще отдельно брюки. Сейчас мы их еще раз разрежем. Вот, потому что брюки у вас тоже соединены. И я не могу часть даже удалить какую-то, которая мне не нужна. Вот, сейчас мы еще раз это все разрежем. Так, вот. Вот что у нас должно быть. То есть, вот эту всю историю мы заменяем на низ брюк. Все равно пояс, скорее всего, у вас будет отрезан по линии пояса. Вот сюда это ставим. Убираем вот эту часть, потому что она нам не нужна. И что я сказала, почему мне не понравилось. У вас есть спинка. Она у вас вот полная. И эта спинка должна вот здесь просвечиваться. То есть, вы должны на эскизе этот момент показать. Вот, если я правильно вас поняла, напишите потом в комментариях, то оно должно быть вот так. Соответственно, нам нужна еще с вами спинка дополнительная. Вот видите, за счет того, что неправильно нарисован эскиз по деталям. А я вам это показывала в уроках, где вы сидели и сами разбирали эскиз. Получается вот такая путаница. Рисуйте эскизы по деталям. Вот у нас с вами получилась спинка. Она у нас уходит на задний план. И она должна быть чуть светлее. Вот чуть-чуть, чтобы у нас создавался эффект объема. То есть, эта часть максимально темная. Она у вас даже не черная. Она у вас каким-то другим цветом залита. Вот. И тогда мы будем видеть вот этот объем. Плюс тенями мы можем дополнительно это подсветить. Показав, что вот здесь еще есть дополнительный объем. То есть, наложить. И еще раз это все подсветить. Зачем нам нужны тени? Тени нужны для выразительности. Они не просто так добавляются. Вот видите, получился объем. То, что оно туда уходит. И вот это уже показывает. Плюс ко всему. Вот эта центральная часть. Вот здесь у вас молния. Будет светиться, что там есть молния. Ну, хотя бы линией. Хотя бы линией. Потому что, скорее всего, она потайная. И здесь мы будем помимо линии. Видеть еще и зипотейп. Ну, то есть, вот это вот. То, что пришивается. Если там нет, у вас двойной подкладки. Это тоже по технологии нужно обязательно посмотреть. Вот такая история. И вот эскиз должен выглядеть вот так. Потом, то, что вы нарисовали. Вот эти вот белые отстрочки. Это отстрочки? Это выточки? Это что? Я не совсем понимаю. И конструктор вам тоже задаст этот вопрос. Я бы не стала их делать отстрочками, если это действительно не декоративная отстрочка. Я бы задала просто цвет контура. И желательно цвет контура серый. Смотрите, вообще у всего эскиза, когда они черные или темно-синие, или вообще какие-то темные, лучше задавать цвет контура серым. Он тогда лучше считается. Только вот у теней его не должно быть этого контура. Они сбивают. Вот. Тогда мы лучше это все видим. Вот. Посмотрите, издалека как раз, чтобы было ощущение, что оно уходит назад. Потому что в вашем случае, к сожалению, непонятно, что вы имели в виду. И опять же, вопрос с центральным швом здесь и с центральным швом здесь. Несмотря на то, что вы показываете молнию, это что, это будет дополнительное рассечение или что это будет у нас с вами. Это нужно все обозначать. И опять же, вопрос по выточкам. Это декоративные отстрочки вы рисуете или что? И не слишком ли низко вот эта линия? Да, бывают люди, у которых длинная спина. Но вот здесь вот у меня большой вопрос. Либо вы задрали талию под грудью, но тогда, по-моему, выточки не очень пропорциональны. В общем, вот это все надо посмотреть. Именно с точки зрения технологий. И когда мы смотрим... Вот здесь уже понятно, что там что-то свете. Вот здесь я смотрю на эскиз. Если честно, я даже не понимаю, что у меня происходит. Вообще, есть там что-то сзади? Нет, деталь 1, деталь 2, деталь... Вот можно запутаться, какая где деталь и что от нее нужно. Если прям совсем вот так вот непонятно, но обозначьте его цветом. Вы обозначите там светло-серым цветом. Чтобы она выделялась. Чтобы было понятно. Возможно, я вас неправильно поняла. Вполне возможно. И тогда вот эта деталь, она отдельно пришивается. И она не является дыркой, как я ее изобразила. Вы мне это тоже напишите. Но по эскизу это очень непонятно. И рисовать все равно нужно не цельным полотном, а отдельно. Вверх, отдельно, низ. Тогда у вас больше возможностей для заливок, для корректировок. Для того, чтобы с ними работать. Вот то, что я поняла по вашему эскизу. А теперь расскажите мне, что я правильно поняла, что неправильно. Это вы имели в виду или нет. Потому что вот здесь по описанию какие-то деталь, не деталь. Ну, в общем, непонятно. И почему выточки обозначены, как будто это отстрочка, тоже непонятно. Обычно выточка рисуется прямой линией. А вот именно отстрочка обозначается, если есть внешняя отстрочка, которую мы видим. Продолжение следует...